Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Сегодняшний ролик будет посвящен обзору состояния виноградника на конец июля, начало августа. Почему такая небольшая разбежка? Потому что участка у нас два, я, к сожалению, не могу раздвоиться. Поэтому сегодня, 29 июля, мы смотрим дачный виноградник. Наш старый виноградник. Буквально через пару дней уже дополнил съемку виноградником молодым. Итак, идем смотреть. Последние пару дней выдались дождливыми и ягода наливается прямо на глазах. Это у нас зигиребы. Дальше сеня. Сеню мы не нормируем никогда. Он выдает по две грозди. Вот ягода активно, прям активно наливается. И, кстати, знаете, что начинает окрашиваться. Камера, наверное, не словит. Вот на ягодке на это уже виден такой чуть розоватый оттенок. И ягода мягкая. Начинает размягчаться. То есть это очень чувствуется. Ну, вот велес пока такой совсем мелкий. И здесь наливается армоний. Вот такой аладдин. Но у нас у аладдина всегда гроздочки. Получаются небольшие. Киш-миш запорожский здесь опылился. Не очень, но очень густо было. А мне не было времени, чтобы тут прорезить. И уже вот первая, первая окрашенная ягодка тоже начала окрашиваться. Зилга вовсю синеет. Причем на второй теневой плоскости. Вообще, смотрите, как красиво окрашена. Русский ранний активно пошел в окрас. Руслин янтарный. Он же жемчуг запорожский. В этом году неплохо опылился. Еще ягоду подольет. И ягода уже размягчается. Даже по цвету видно, что она уже переходит из зеленого в желтый. Аркадия пока наливается. Вот, наливается. А супер экстра размягчается. Ну, тоже в этом году, конечно, опылилась. Не очень, но где-то зимчик малышки. Ну, конечно, сам размер ягоды еще увеличится. Все-таки еще только конец июля. Сегодня начала краситься Каталония. Там вот гроздочки побольше. Пока что скрыты листиками. Еще я тут ничего не осветляла. А, и вот здесь тоже красится. Хотя еще вчера ничего не было. Хорошо красится ландонуар. И более темно окрашенные гроздочки. Ягодка там крупнее. Это не туран. Вот, с другой стороны он вообще такой красивый. Паланга в этом сезоне наливает красивые грозди. Мускат Блау тоже неплохие. Достаточно неплохо опылился Свенсен Ред. Вот, в прошлом году у него совсем были такие грозди грустные. А в этом вот даже неплохие ягоды подольет. Должно быть красиво. Галант тоже красится на глазах. Вот, там уже совсем такой темненький. И вот эти желтенькие гроздочки. Это ханка. Тоже буквально день назад пошла окрашиваться. Зеленые грозди я двигаю. Галюнаса или галюнаса. Не знаю, как правильно. Даже в этом году. Хорошие, красивые наливают гроздочки. Ромбик очень сильно отстает. Но он очень пострадал весной. Поэтому, хотеть от него что-то, крайне сложно. Поздно просыпался. И тут и подмерзлый. И, скорее всего, что это вторые почки. Но, я думаю, что при его сроках он нормально вызрит. Аналогичная история с Цимусом. Цимус вообще смерз весной. Ну, так получилось. Но у него гроздина все. На основных побегах, на пасынках. И ввиду его очень активного роста. Мы это все оставляем. И, в общем-то, осень покажет. Пока не делаем никаких прогнозов. Я думаю, что вполне мы и урожай какой-то можем получить. Но вот какой рост. Очень бурный. Везде. Везде он. На всех пасынках. Везде у него грозди. Вот. Там выше. Ну, все оставляем. А осень покажет. Цеплицы. Антоний Великий. Как всегда, на высоте. Здесь у нас прививочка. Это кишмиш. Белое куриное сердце. Вот такую красивую грозточку. Но она тут не одна. Тут еще парочку таких есть. Правда, поскромнее. Уже ягодка размягчается. Посмотрим, что за он. Грозди-то очень красивые. Одесский сувенир. Тоже это прививка. Второе плодоношение. Такое очень красивое. Грозди не очень большие. Но ягоду наливает активно. В прошлом году прекрасно созрел. Очень вкусная ягода. Нам очень понравилась. Наливает грозди Байконур. Там тоже такая красивая большая гроздь. Но преображение в этом году подкачало. Да, горох. Хотя, смотрите. Горох на самом деле не совсем мелкий. Я бы сказала. Ну, посмотрим, как оно созреет. Впрочем, делать какие-то выводы и ставить. Сразу крест на сорте надо учитывать сезоны. И мы все прекрасно понимаем, что сезон совсем никакой. Так что даже вот такие урожаи, это очень даже неплохо. Киш-миш находка практически полностью вымер с весной. Буквально там пару нижних почек осталось. И тем не менее, даже урожай будет. И даже ни одна в росте. Переходим ко второй части нашего ролика. 31 июля. И деревенский участок. Итак, здесь у нас каталония. Окрашена она больше, чем на даче. И начала краситься на пару дней раньше. Была пересажена в прошлом году взрослым кустом. Вот он к нам сюда приехал. Недели две мы его мучили в сарае, потому что некогда было посадить. Ну, в итоге посадили. Вот получаем с нее первый урожай. Такая же история с эталоном. Тоже в прошлом году приехал к нам взрослым кустом. Вот так вот он наливает ягоду. Гроздочек здесь несколько. И обращаю внимание. Уже даже зрелая лоза есть. Дальше. Это у нас полонез 50. Первое плодоношение. Кусту третий год. Вот такие красивые гроздочки. Это у нас черный хрусталь. Ягода еще наливается. Это его второе плодоношение. В прошлом году он уже показывал сигналки. Рядышком Прима Украины. Ну, растет так себе. Две сигналки у нее. И я бы сказала, что очень хорошая пылиния. Прямо вообще все у нее хорошо. Особенно для такого кустика. Но ягода еще даже не налита до конца. И совсем такая твердая дубовая. Это у нас Брависсима. Показывает огромный рост. Но пылиния так себе. Пока ягода наливается. Подарок не святая одна гроздочка. Но как-то он растет слабовато. Здесь у нас красится Шарада УА. В прошлом году была гроздочка. Мы уже попробовали. Сорт реально ранний. Ну, к сожалению, весенний заморозок побил. Поэтому кустик такой слабоватый. Но несколько гроздочек есть. А вот что хочу показать. Кишмиш Запорожский. Ну, у нас в даче будет переезжать. Точнее, уже переехала. Там куст уберем. Потому что густо. Сам по себе сорт нам нравится. Поэтому перевезли его сюда. Чтобы ему было посвободнее. Совсем другое опыление. Да, вот есть свобода. И все классно опыляется. Посмотрите, какие гроздьи. Да, это первое плодоношение. Ну, шикарно. Сравнивать с тем, что там. Вообще. Вообще супер. При том, что кустик не сказать, что сильно растет. Но в плане плодоношения. В плане опыления. Вопросов к нему нет. Ну, видите, интересно. Да, Каталония здесь начала краситься раньше. А Запорожский. Вот вроде солнышка больше. А пока еще не окрашивается. Одна дача уже окрашивается. Ну, с другой стороны, там взрослый куст. А здесь малыш еще. Это у нас роза ранее. Тоже ягоду наливает. Ну, куст растет очень мощно. Здесь у нас домовский розовый. Опыление, конечно, так себе. Ну, здесь вот есть и неплохая гроздочка. В принципе, еще этим ягодам наливаться и наливаться можно. Дынька. Тоже сигналочка. Причем с дынькой у нас была интересная история. Очень слабые были саженцы. Два малюсеньких посажены в одну ямку. Один погиб. Второй выжил. Ну, вот на третий год. Шикарный рост. Вот, снимаю куст с другой стороны. Ну, и есть сигналочка. Посмотрим. Это у нас Рабелла показывает такие красивые, хорошие грозди. Обратите внимание, уже зреет лоза. Правда, рост как-то приостановился. И в прошлом году уже сигналочка была. Немножко мы ее посмотрели. Здесь наливает ягоду Наташи Ростова. Показывает шикарный рост. Там за листьями еще порядком гроздей. Если обратить внимание, начинает уже желтеть лоза. Идут процессы созревания. Точнее, вызревания лозы. И что хочется сказать по ней. Тоже в прошлом году мы ее уже попробовали. Вкусная, классная. Вот лоза у нее вообще шикарная. Она вызрела в первый год. На второй год мы уже получили какой-то урожай. Более того, даже у нас было несколько черенков, которые дали прекрасные саженцы. И вот прошлый сезон уже насколько был плохой. Холодная осень. Там все. Были такие пессимистические высказывания. Что вот в сентябре уже лоза не зреет. У Наташи вызрела лоза. Так что мы имеем и неплохое плодоношение в этом году. Более того, черенки нарезаны. В школке проросли все на 100%. Конечно, здесь на шпалере есть некоторые пробелы. Но виной тому и морозная весна в том числе. А так вот какой хороший, мощный, красивый куст. Здесь у нас Нельсон. Ягода пока еще наливается. Оскар. С такой ягодой. Очень интересной формы. Здесь кустик, конечно, небольшой. Совсем только два побега, к сожалению. Но вот выдал сигналочку. А вот это у нас красавчик Урум. Вот такие две шикарные грозди. Ну а вот эта красота. Это мускат гурманный. Тоже показывает замечательный рост. Хорошо нагружен. Тоже лоза уже показывает некоторые признаки вызревания. Ну посмотрим по срокам, как созреет ягода. Вообще куст такой мощный. Теперь переходим к техническим и универсальным сортам. Конечно, столовые я вам тоже показала не все. Есть еще, но где-то там совсем по одной гроздочке. Уже будем смотреть, когда созреет урожай. Технари Ронда активно начал краситься. Ронда вообще закладывает плодовые почки везде, где только можно. Такие красивые грозди у него. Вот там, конечно, тенек нормировали, но много чего тут и осталось. В прошлом году он уже плодоносил, в прошлом году он уже давал урожай. Вот там у нас дублянский показывает хороший рост. Ну пока что гроздочка такая мелкая совсем, ягодка мелкая, но первое плодоношение. Вот это мелкие ягодки. Это севар. В прошлом году малюсенькая была гроздочка. Тоже обратите внимание на лозу. Она уже начинает зреть. Рост, конечно, не самый лучший. Хотелось бы чего-то больше. Но тем не менее, это плодоносит и зреет лоза. Бриана в прошлом году росла очень хорошо. В этом году все под нагрузкой. Рост замедлен. Пока гроздочки небольшие. Ну не в принципе небольшие, но может быть до 4 на побег. Может даже больше. Немножко ее нормировали все-таки, чтобы дать ей возможность расти. Но вот сейчас рост остановился. Наливают ягодку. Ягодка желтеет, но пока еще твердая. Это у нас Дарнфельдер. Ну пока ягода просто зеленая. Гроздочки-то вроде неплохие. Очень такой рост показывает. Хороший. Ну и в первый год у нас хорошо рос. Вот тоже показываю, не чеканили. Растет лоза и растет. Все, запустили туда. Причем тоже процессы вызревания лозы уже начались. Но его очень подпортил весенний мороз. Вот такие тут пробелы на лозе. Вот это у нас Аколон. Первое плодоношение в прошлом году. Он ничего не показывал. И начинает ягодка краситься. Вот здесь виден измененный уже цвет. И вот уже мелькают ягодки цветные. Смотрите, раз, два, три грозди на побег. Конечно, по-хорошему надо было бы его отформировать. Побеги здесь маленькие. Просто не было времени, не дошли до него руки. Олег, он же диамант. В этом году очень красивый, хороший грозди. В прошлом году уже была сигналка. Правда, не совсем она успела созреть. По прошлому году что-то мерить. Особенно для молодых кустов я вообще считаю некорректным. Пока ягода твердая. Пока вот она еще только наливается. С другой стороны уже цвет переходит в белесый. Ну а здесь вот такая красивая гроздочка гурзовский розовый. Это у нас кристалл грозди на земле, потому что куст молодой. Куст был посажен в прошлом году. И вот уже мы получаем с него такие неплохие гроздочки. Кое-что отнормировали, чтобы немножко дать ему расти. Но пока ягода еще совсем твердая. И здесь у нас красится Симоне. Он у нас переехал с дачи сюда. И тоже он уже зреет лоза вовне. Вэллиант не сильно растет. Но зато уже гроздей тут хватает. И красится он активно. Он у нас в этом сезоне самый первый зацвел. В районе, наверное, 25 мая. Немножко мы его нормировали. Но не сильно. Сейчас покажу вторую часть куста. А здесь вот это первые грозди, которые зацвели. И вот они уже какие темные. Также сильно окрашен хасанский бусо. Гроздочки, конечно, у него небольшие. Но они и не должны быть большие. И вот тоже здесь вот так все. Ананасный красавчик. Посадили его двухлеткой или трехлеткой. Отдавали нам куст. Посадили в 21 году. В прошлом году уже было такое неплохое плодоношение. И смотрите, что сейчас. Это я показываю только одну страну куста. Есть еще вторая. Много гроздей. Зреет лоза. Шикарно зреет лоза. Он показывает такой очень хороший рост. При этом тех же пасынков немного. Ягода уже размягчается. Вот его вторая сторона. Вот такой красавчик. Посмотрите, что с лозами делается. Они желтые. Они уже нормально желтые. А еще даже не август. Здесь же ему навстречу. Зеленая лоза и зеленые ягоды. Это альминские. В прошлом году уже было плодоношение. Мы ягоду видели. Чуть-чуть она не дотянула до нужных кондиций. Но опять же, хотели что-то от куста на второй год. И в таком сезоне, как в прошлом. Преступление, я считаю. Красивые гроздочки. Но пока зеленые. И лоза пока тоже зеленые. Это у нас сафира. Ягодка уже становится такой желтенькой. Начинает приобретать прозрачность. Но пока еще твердая. Совсем твердая. Это у нас шардоне. Да, растет красиво. Красивые ровные побеги. Есть гроздочки. Но гроздочки очень маленькие. Пока что совсем такие. Никакие. На шардоне в прошлом году садили. По-моему, это были двухлетние саженцы. Это у нас ливодийский черный. Пока еще не черный. Пока еще зеленый. Вот такие большие, красивые грозди. Кабернадорса. Слабенько совсем. Рос весной. И решили гроздочку так ради интереса оставить. Он как вымахал, как вымахал. Гроздь такая большая, красивая. Конечно, ягода еще зеленая. Кицнури. Посадка прошлого года. Гроздочки небольшие, но прекрасно грузятся. И очень хорошо показывает рост. Вот это у нас рябом. И вот эта сторона. Та, которая взяла в начале лета. Тут я показывала. У нас жабки подрыли. И реально вот эти побеги увидали. Ну, стали поливать, да. Стало все хорошо. Тянут они. И урожай, конечно, вторая сторона. Она еще получше. Там и гроздочки покрупнее. Там и лозы. Ого-го. И ого-го. Опять же, вот обращаю внимание. Ничего не чканина, разложено вдоль. Дальше, где вот эти маленькие побеги, это из вторых почек. Здесь все обмерзло. И даже, смотрите, из вторых почек на крайних побегах практически до верха проволоки доросло. Да, они не плодоносные, но, по крайней мере, сформировать тут будет с чего. Здесь у нас марселан. Ну, растет, честно говоря, так себе средний. Опылился не очень, к сожалению. Было, конечно, гроздей больше. Пронармировали. Хотя, в принципе, гроздочки такие довольно неплохие. Думаю, что ягоду еще подольет. А вот эта красивая, аккуратная гроздья – это кадарка. В прошлом году она плодоносила. И, в принципе, ягода все-таки дотянула, но уже дотянула поздно осень. Для прошлого сезона, в общем-то, неудивительно. Вот такие красивые, аккуратные гроздочки. Что интересно, она как-то поздно начинает краситься. И вот с этой стороны гроздящая ягода зеленая, вот с этой такая желтая, она потом прям прозрачно становится. И кажется, что это белоягодный сорт. А потом вдруг раз и резко начинает окрашиваться. Хороший рост лозы. Довольно неплохой тут заложен урожай на этот кустик. И тут за зелеными листьями не видно, но лоза тоже уже показывает следы вызревания. На этом наша экскурсия завершена. Будем надеяться на хороший теплый август, на хороший теплый сентябрь. И на то, что мы соберем хороший и созревший урожай. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда. Обновим мы его ближе к сентябрю. И наши контакты. И до новых встреч.